Равняйсь! Смирно! Равнение на знамя! 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 противотанковых пушек товарищ генерал-лейтенант очевидно произошла какая-то ошибка меня же готовили в гаубичную артиллерию это же 45 отставить вы товарищ лейтенант присягали родине перед лицом своих товарищей вы клялись беспрекословно выполнять все требования и приказы командиров и начальников воинская присяга для военнослужащего закон сейчас вы приступили и нарушили закон значит вы преступник товарищ лейтенант далее в тексте присяги сказано если я нарушу эту торжественную клятву пусть меня покарает суровая кара советского закона всеобщая ненависть и презрение трудового народа судя по всему вы не научились главным подчиняться вы не имеете права называться командиром можно сразу отдать вас под трибунал гусев так точно конечно можно и под трибунал но давайте учтем молодость константин степанович характеристика положительная молодость учтем вы не готовы командовать взводом назначаетесь командиром расчета дальше посмотрим что с вами делать взойдешь с правой стороны когда я буду проверять документы здравия желаю товарищ капитан здравия желаю проверка документов что везем куда направляемся в лагерь противотанкового дивизиона группу везем белье на смену белье говоришь а это кто такой офицер новый к нам назначили документы предъявите товарищ лейтенант пожалуйста только что из училища так точно а что так невесело отвечаем служба не нравится никак нет по дороге ничего подозрительного не заметили никто не встречался что скажете старшина никак нет проезжайте и будьте внимательны не получилось пойдем пешком до утра мы должны быть на месте встречи а Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Где дежурный по части? Вот туда, пожалуйста, пройдите. Спасибо. Старшина! Разгрузишь машину и подгонишь шлагбаум. Офицеров на выходной в город отвезешь. И побыстрее! Водителя не забудь покормить! Товарищ старший лейтенант, лейтенант Гусев, для дальнейшего прохождения службы прибыл. Пройдемте, покажу вашу палатку. Вот ваша палатка, прошу. Спасибо. Располагайтесь, вот эта койка свободна. Пока отдохните в выходной день, как-никак. Познакомьтесь с расписанием занятий, расположением лагеря. Командир дивизиона уехал в город. Будет в понедельник. Представит подчиненным. Ну и вперед с песней. Спасибо. Что-то не вижу радости. Пойдем, покормлюсь, что ли. На какую должность прибыл? Командир расчета. Не понял. Офицер на сержантскую должность? Это кто тебя так удружил? Бригадный комиссар. Начальник политотдела корпуса. Веденеев, что ли? Да, кажется, Веденеев. Ну, этот может. Ему даже комкор не указ. Чуть, что сразу ЦК звонит. За какие подвиги такая честь? Требовал назначить гаубичную артиллерию. А сорокопятки? Это разве орудие? Только мух пугать. Требовал? Ну, тогда все правильно. Если ничего не смыслишь в артиллерии, так и командиром быть не должен. Вот они, красавицы. Сорокопяточки. Ты знаешь, как мы называемся? Истребители танков. От слова истреблять. Да, убийца что? Вольнул. И не видно, куда попал. Крокот один. А мы врага видим в лицо. Весь его звериный оскал. И очень близко. Мы его встречаем грудью. И не имеем права на страх. А право у нас только на то, чтобы погибнуть, но ни одного вражеского танка не пропустить. Понимаешь, лейтенант? Понимаю. Только я думаю, что врага нужно встречать огнем, а не грудью. Да. Трудно тебе будет служить, лейтенант. Ну вот, Константин Степанович. Ознакомьтесь. То, что происходит в районе нашей границы, выглядит как подготовка к нападению. Данные разведки это подтверждают. Мы ежедневно докладываем об этом в Москве. Смирнов. Слушаю, товарищ командующий. Так точно. Извините, товарищ командующий, я вас правильно понял. Уточните. Это как же? Быть в боевой готовности и одновременно никаких мероприятий не проводить? Значит, любые действия с немецкой стороны предполагают бездействие с нашей. Но эти распоряжения противоречат друг другу, товарищ командующий. Так точно. Понял, товарищ командующий. Есть. Успел поднять войска по тревоге? Расстрел. Не успел поднять все равно. Расстрел. Черт. Ну почему они нам на круги вяжут? В любом случае мы будем виноваты. А те, кто давал вот такие распоряжения и слал директивы, конечно, останутся в стороне. ГОВОРИТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ Господин капитан, спрашивает, произошла ли встреча? Передавай, мы на месте встречи, ждем Августина. Звучит музыка. 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 Звучит музыка.